Ну а пояс этот на данный момент вакантный по той причине, что забит Магомед Шарипов, покинул Лигу ИСБ и подписал контракт с UFC. Итак, начинается бой. Марат Балаев против Юсуфа Раисова. Кстати говоря, Марат Балаев как раз представляет Санкт-Петербург, но сейчас больше болеют за Раисова. Первым номером старается действовать Балаев. Жестко навстречу бьет Юсуф Раисов. Попадает Юсуф. Идет вперед Балаев, сокращает дистанцию, прихватывает соперника под одну ногу и будет сейчас пытаться проводить тейкдаун. Марат Балаев, зацеп не получается. Как Борс и рассчитывал, и думал, что именно бороться будет Марат с ним, так и происходит на первых секундах. Разрывает дистанцию. Первый эпизод записал на свой счет Юсуф Раисов. От тейкдауна ушел. Но очень агрессивно действует Балаев. Не скрывает он свои намерения. Еще один проход. Попытка взять захват под две ноги неудачная. Но продолжает блокировать соперника Марат Балаев у сетки. Много сил сейчас Балаев отдает, подключает локти. Вновь проход под одну ногу, но тейкдаун не удается сделать бойцу из Туркмении. И не удается Раисову вырваться. Вот только сейчас на выходе размен жесткий. Для Балаева здесь вопрос стоит очень просто. Победить или умереть? Сдаваться он точно не будет. Будет на кону очень многое, если не сказать все для этого спортсмена сегодня. Но и то же самое мы можем сказать Юсуфе Раисове. Хоть лишь той разницей, что он находится только в начале своего пути. Вертушка неудачная и старается забрать спину. Вырывается Юсуф быстрее Раисов. Однозначно. Продолжает прессинговать Марат Балаев. Вновь прижимает он соперника к сетке, но реализовать эту позицию он никак не может. Только две минуты прошло в первом раунде, а этих отрезков может быть пять. Блестяще защищается от тейкдауна Юсуф Раисов. Подскользнулся сейчас. Боится с Грозного. Сдвойный джеб от Раисова. Действительно, разница в скорости бросается в глаза. Но продолжает атаковать Балаев. Есть вариант отработать сейчас коленом для Раисова. И он бьет, попадает коленом жестко в голову. Разница функциональной подготовки тоже видна. Но здесь уже это вопрос физиологии, да, организма. Ой, о, какое попадание сейчас. И сложилось впечатление, что слегка болтануло Юсуфа Раисова. Но, судя по всему, осознанно он так отклонился к сетке, облокотился на нее. Пробил двойку потом точно. И по поводу, что в том углу не все в порядке с конвасом. Надо его протереть. Тейкдаун. Амплитудно, роскошно просто проводит Юсуф Раисов. И тут же поднимаются бойцы в стойку. В хорошем темпе этот бой проходит. И этот раунд. Еще раз зацепил слева Марат. Идет Балаев вперед, несмотря ни на что. Получает удары, но сражается, как лев. Попадает Юсуф Раисов. Еще раз через руку забрасывает такие размашистые удары Балаев. Очень стойкий боец Марат. Расчетливо, хладнокровно старается действовать Юсуф Раисов. А соперник его, наоборот, очень эмоционально, страстно атакует. По корпусу еще добавил миддл кик. Проход очередной. Защищается Раисов. И достаточно легко уходит на комфортное для себя расстояние. Обмен ударами на средней дистанции. Выходит вновь на безопасное расстояние Раисов. Еще минута в первом раунде. Двойка вновь точно от Юсуфа. Задевает джебом соперника Юсуф Раисов. Продолжает двигаться. Проход в ноги. Есть тейкдаун, но не удерживает позицию Юсуф Раисов. Переходит к атакующим действиям Балаев. Намного быстрее по-прежнему Юсуф. Попытка сейчас удушающего приема в исполнении Балаева. Но вот с нашей позиции кажется, что да, нет плотного захвата. Локоть вбивает буквально в голову соперника Балаев. Нос разбит. Насколько действует еще одно колено. Мощное от Раисова. Тяжело дышит Балаев, но продолжает идти вперед. Последние секунды первого раунда. Поединок чемпионский пятираундовый, напоминаем. И что-то подсказывает, что этот бой не продлится всю дистанцию. Очень хороший первый раунд от Балаева. Вертушка от Раиса. Бросается вперед на последних секундах Марат. Быстро пролетела первая пятиминутка. Что ж, очень конкурентный бой мы с вами видим. Быстрее Юсуф. Марат жестче акцентированно пробивает. Но мы напоминаем вам, уважаемые телезрители, не забывайте заходить в нашу группу ВКонтакте. В группу телеканала Матч Боец. Где вы всегда можете найти различную эксклюзивную видеоинформацию. Также анонсы всех наших трансляций. Плюс ко всему сейчас мы проводим целый ряд голосований, по итогам которых будут определены лучшие бойцы, лучшие раунды, лучшие турниры. И все это вы увидите в итоговой программе «Моменты недели». Да, подскользнулся вот в том эпизоде Юсуф Раисов. Смотрим наиболее яркие моменты первого раунда. И заканчивается постепенно перерыв. Начинается второй раунд. Чемпионского противостояния в полулегком весе. Это ACB 50. Марат Балаев против Юсуфа Раисова. Оба бойца не знающие поражения. Напомним, что 9 побед подряд одержал Юсуф Раисов. 6 побед подряд в активе Марата Балаева. По-прежнему свежо на ногах выглядит Юсуф. Хорошо двигается. С разворота пробивает уже не первый раз за бой. Преследует соперника Балаев и очередной обмен ударами. Как только Марату удается сближаться, сразу включает он тяжелую артиллерию. Обменялись ударами ногами. Левый джеб в действии. Причем не спускают спортсмены друг к другу ни единого эпизода. Даже если, казалось бы, например, Балаев попал и ушел на дистанцию, Раисов переходит в контратаку. Обязательно он должен ответить аналогичным образом. Это в том числе и психологическая борьба. Борьба двух характеров. Опытка тейкдауна от Марата. Не уничтожил с успехом. Недолгий клинч был. Все время режет углы. По-разному заходит на свои атаки Юсуф. Хороший апперкот сейчас от Раисова. Видит пока все Юсуф. Еще одна двойка. Продолжает Раисов наносить ущерб. Уходя от ответных атак, идет вперед Балаев. Еще одна двойка. На сайдстепе, на смещении в левую от себя сторону достал соперника Раисов. И переходит Балаев к очередной попытке провести тейкдаун. Есть хороший захват под две ноги. Много ударов попал Раисов. И сейчас необходимо действительно Балаеву очень качественно поработать в борьбе. И не просто качественно поработать, а попытаться завершить поединок досрочно. Марат Балаев не может не понимать, что в поздних раундах, скорее всего, преимущество Раисова будет увеличиваться. Ему надо сейчас выжать максимум из этой ситуации. Раисов пока остается на конвасе. Балаев обходит постепенно защиту Юсуфа. Но спину забрать не удается. Поднимается Раиса с трудом. Встает. Но под две ноги продолжает его прихватывать Барат Балаев. Раисов очень настойчиво поднимается раз за разом. Сейчас пытается заблокировать руки соперника. Два удара локтем в область лиска. И есть тейкдаун еще один в исполнении Марата Балаева. И вновь подползает Раиса к сетке. Вот сейчас опять попытка встать. Есть. Поднимается Юсуф. И тут же пропускает двойку. Кровь заливает лицо Марата Балаева. Он продолжает идти вперед. Несмотря ни на что. Вновь под две ноги есть захват. И тейкдаун под номером три в этом раунде. Балаев забирает второй раунд. И спину сейчас также он забирает. Стремится заправить ноги. Это происходит. Вот это да. Вот это раунд. Мы с вами наблюдаем. Выходит в атакующую позицию Балаев. Вторая наконец заправлена. Есть. Пошел удушающий. Марат Балаев. Шаги. От того, чтобы стать новым чемпионом ACB. Юсуф Раисов не сдается. И уходит от захвата. Ревет просто публика на Сибур-арене. Что-то невероятное действительно сейчас происходит. Терпит Юсуф. Еще минута с небольшим во втором раунде. Балаев продолжает контролировать соперника. И похоже, что этот раунд заберет Марат. Но пока он его забирает. Да, все силы без остатка отдает Марат Балаев. И посмотрим. Попытается он, скорее всего, еще что-то предпринять. Попытается выйти в фулл-маунт. Начинает набрасывать удары. Фулл-маунт был недолго. Боковой контроль тут же. Очередная попытка зайти за спину соперника, чтобы взять удушающий прием. Контролирует левую ногу Юсу. И поднимается. Но он не дает ему практически пространства Балаев. Вновь тейкдаун. Четвертый. Можно сказать, что за явным преимуществом выигрывает этот раунд Марат Балаев. Но начало было не таким впечатляющим. С его стороны он все-таки пропускал стойки. Все маком сейчас ставит Марат. Последние секунды второго раунда. Ну что же, если Марату удастся сохранить вот такой темп и удастся продолжить действовать в том же ключе дальше, это будет что-то просто невероятное. Человеческие возможности действительно безграничны. И Марат Балаев это нам доказывает. Несмотря ни на что. Катманом предстоит серьезно сейчас поработать над лицом Марата. Есть повреждения и серьезные. Зубайрату Хугов что-то очень активно объясняет Исуфу Раисову. Пытается не только физически восстановить он своего бойца, но еще и внести определенные коррективы. Действительно, второй раунд проигран, но поединок 25-минутный. Еще три отрезка впереди. Но это как максимум. Так, все готово к следующему раунду. И тут же без разведки пошел размен на средней дистанции. Вот это характер, а! Вот такая серия от Исуфа Раисова. И сразу же переходит он к удушающему приему. Захват неплотный, срывается. Просто на вылет пролетали эти удары. Такое ощущение было, что сейчас просто рухнет. Наносил Балаев. Но не тут-то было тейкдаун. На старте раунда меньше 30 секунд понадобилось Марату, чтобы вновь оказаться в атакующей позиции. Работает в гарде активно Марат. Есть у него преимущество в борьбе. Именно на этот компонент он делает ставку. Но по-другому, наверное, и быть не могло. Продолжает обороняться Исуф Раисов. На сей раз событие происходит не около сетки. Есть больше пространства у Исуфа. Боковой контроль. Хорошо все контролирует сейчас Балаев. Разворачивает соперника, но не сильно улучшает свою позицию. Не наносит удары. А Исуф в свою очередь контролирует правую ногу соперника. Пытается улучшить позицию. И да, получается у Марата Балаева. Продолжает он контролировать Раисова. Ударов наносит мало. Силы экономят. Подключает локоть Балаев. Но получается, если первый раунд Марат отдал, второй забрал. И сейчас продолжает он доминировать. Какой же был размен жуткий на средней дистанции в самом начале отрезка. Да, причем инициатором был Раисов. Задача его действительно была постараться просто своим порывом сбить наступательное движение Марата Балаева. За спину заходит Марат. Заправлены ноги. Точнее, одна нога. Попытка проведения удушающего приема. Еще одна. Была большая затяжная попытка во втором раунде, но она не увеличалась успехом. Выходит из этого положения Исуф, но нет маунта. И более того, вообще в гарде оказывается Балаев. Прыжком буквально он преодолевает защиту Исуфа Раисова. Вновь оказывается в позиции бокового контроля. Включается Марат Балаев. Меньше половины раунда осталось. И мы понимаем, что Раисов тоже очень устал, судя по всему. Еще одна попытка. Вот так, не заправляя ноги, начинает проводить удушающий прием Марат Балаев. Вновь выкручивается. В маунте все-таки Балаев не оказался. Отличный контроль от Марата. Еще одна попытка. Уже третья или четвертая. Все-таки очень настойчивый боец Марат Балаев. Вновь пытается перейти к удушающему приему. Не получается. Назад пытается бить Исуф Раисов. Только одна нога заправлена. Преимущество Балаева видно невооруженным взглядом в этом раунде. Кто бы мог подумать, что вот так функционально Балаев будет выглядеть не хуже Раисова. 21-летнего Раисова. Да, если бы поединок был обычный, не чемпионский, то однозначно победа здесь бы осталась за Балаевым. Включается Балаев! Левый локоть, но Исуф Раисов, конечно, получает повреждения, но остается в сознании. Продолжает он активно обороняться. Но рефери уже так побежал останавливать поединок и потом резко остановился. И еще удары локтями. Добавляет в чистую проигрывает Исуф Раисов эту пятиминутку. Следом за второй. Но впереди еще целых... Сейчас, когда закончится раунд. И вновь включается Балаев. Уже на последних секундах. Откуда берет он силы? Этот бойец из Туркминии. И похоже, что это противостояние все-таки перейдет в чемпионские отрезки. Да, два раунда впереди. Но будем считать, что 2-1 на данный момент по раундам в пользу Марата Балаева. Наверное, с большой долей вероятности именно таково сейчас положение в судейских записках. Ну что же, тяжелейший просто бой для Исуфа Раисова. А по-другому и не могло быть. Марат Балаев вышел побеждать или погибать. Тут другого варианта для него нет. Отчаянно, просто даже с какой-то невероятной свирепостью бьется в клетке Марат. Давайте посмотрим еще раз за самыми опасными моментами, за проходами и вот за тем самыми локтями в исполнении Марата. Заканчивается минута, которая отведена бойцам на отдых. Исуфу необходимо работать с дистанцией. Борьбе он продолжает уступать. Итак, четвертый раунд. Исуф Раисов против Марата Балаева. Это бой за титул чемпиона из Сибири в полулегкой весовой категории. Поединок на дистанции. Очень аккуратно надо действовать Исуфу Раисову, чтобы не подпустить к себе соперника. Есть проход. И неужели еще один тейкдаун обороняется изо всех сил сейчас Раисову. Он понимает, что есть. И Гилютина пытается выполнить очень плотный захват. Но вырывается все-таки Марат Балаев. Вот это да. Вот это бой. Борьба. И старается очередной контроль проводить Марат Балаев. Поднимается Исуф. Но для Балаева здесь, с одной стороны, все очень просто. Необходимо просто продолжать действовать в том же духе. Но с другой стороны, тут просто силы. Силы ему нужны. Только он знает, какие резервы еще остались у него в копилке. Разрывается дистанция. И продолжает идти вперед и работать первым номером Марат. Очень много ударов по воздуху выбросил Исуф. Очень устал Раисов. Вот сейчас это было видно. Проваливается, промахивается. Тоже очень сильно замедлился Исуф. А Балаев продолжает просто с каким-то автоматизмом идти вперед. В бешенстве сейчас просто угловые Исуфа Раисова. Они понимают, что поединок этот уходит из его рук. И уходит и чемпионский пояс. Пока что вот на данный момент. Не видим мы попытку проведения болевого приема со стороны Раисова. Видим пока контроль со стороны Балаева. Причем контроль тотальный. Причем контроль тотальный. Продолжает бить Марат Балаев. Контроль. Подключает колени. Очень здорово по спине пробил Марат. Ну и сил еще есть у Марата. Как угодно. Лишь бы наносить ущерб. Лишь бы продолжать активно действовать из атакующей позиции. Еще одна попытка проведения удушающего приема. Видимо нам с вами предстоит. Одна нога заправлена. Вторая нет. Продолжает бить. Балаев разворачивается. Фулл маунт. Пропускает Балаева. Рискнул. Попытался развернуться Исуф Раисов лицом к сопернику. И в итоге в идеальную позицию для атаки его выпустил. Еще очень много времени. 267 минуты в этом раунде. Ну и Исуфу сейчас необходимо мастить. Свиповать. Делать все что угодно. Вот да. Вышел он через мост. Отдал все-таки спину судя по всему. Но нет. Пытается его вернуть в исходную позицию Марат Балаев. Не собирается он выпускать Исуфа из этой очень тяжелой ситуации. Чтобы экономить силы Балаев сконцентрирован сейчас на работе именно локтями. Плохо дышит уже Исуф. Функционально нездорово у него все. Но и прежде всего это благодаря именно Марату Балаеву. В начале боя оказалось, что просто какой-то невероятный темп выбрал Балаев. И вряд ли он продержится долго. Вот именно в таком ритме. Но мы видим сейчас уже концовка четвертого раунда. И Балаев продолжает просто перемалывать постепенно. Раунд за раундом, минута за минутой, позиция за позицией. Он просто поглощает своего соперника и забирает пока что этот бой. А его преимущество становится все более и более очевидным. Третий и второй отрезки остались за Балаевым. Первый за Раисовым. И вот четвертый в данном случае получается решающий раунд. Если Марат его заберет и дело дойдет до решения, то здесь уже Юсуфу ничего не останется, кроме как нокаутировать оппонента. Просто каменные лица сейчас у секундантов. Юсуфа есть шанс у него. Нет, выходит из ловушки Марат Балаев и продолжает атаковать. 30 секунд. Закрывается пассивная оборона от Юсуфа. И как только рефери уже наклонился к бойцам, возможно, чтобы предупредить Юсуфа, что надо действовать активнее. Сам он перешел к контратакующим действиям. Последние секунды четвертого раунда. 3-1 по раундам в пользу Марата Балаева. И еще одни локти в конце пробивает Марат Балаев. Конечно, просто два настоящих воина сейчас находятся в клетке. Что ж, остается посмотреть еще 5 минут в этом противостоянии. Поднимается Юсуф. И довольно легко идет к своим угловым. Ну а такой боец, как Марат Балаев, достоин, в принципе, отдельного рассмотрения. Сохранять столько сил. 40 лет. Марат Балаев прожил очень трудную жизнь. И оказывался в тяжелейших ситуациях. Никогда не сдавался. И мы видим сейчас... Ну, говорят же, что единоборство, и в частности смешанное единоборство, это такая концентрированная квинтэссенция вот самой жизни. И такой человек в жизни, он такой же точно и в клетке. И мы видим сейчас, что Марат Балаев, это человек, которого, в принципе, невозможно сломить. Вот угловые Юсуфа Раисова советовали ему работать с дистанцией, работать в игровой манере, набирать очки. Но этого может уже и не хватить. Итак, последний чемпионский раунд. Раисов отчаянно просто начинает выбрасывать удары и сразу же пропускает тейкдаун. Пытается душить соперника. Балаев вырывается. Как легко Марат совершил это действие. И вновь контроль. Кто бы мог подумать, что эта встреча пойдет по такому сценарию, что она продлится все пять раундов. Болевой прием. Сейчас пытается провести Юсуф. Да, треугольник. Отчаянно сопротивляется. Марат Балаев. Очень плотный захват. И рычаг локтя через треугольник сейчас выполняет Юсуф Раисов. Не сдается. Вот эта воля, которую демонстрирует Марат Балаев. Балаев готов, в общем, оставить и свое здоровье, если понадобится свою жизнь в клетке. Он не сдастся. Из тяжелейшей, просто критической позиции он вырывается. Высочайшая драматургия у этого поединка. И настоящая война в клетке. Три с половиной минуты. Чуть больше до окончания боя. Вот он, внизу тот пояс чемпиона, за который и идет борьба сейчас. Три с половиной минуты. До конца уже точно боя. И вот как где-то в первом раунде уже лицо Марата Балаева исказило гримаса, которую обычно мы видим на лице человека, который работает уже, действует за пределами своих возможностей в принципе. И так вот это выражение лица не покидает его до самого конца этого поединка. Последние три минуты тянутся они. Балаев продолжает контролировать Юсуфа Раисова. Раисову, соответственно, ничего практически не удается. И не удается ему пробивать и набирать те самые очки. И ведь была возможность, и Юсуф пытался. Этот треугольник выглядел внушительно. И казалось, что нет никаких шансов у Марата Балаева, что все, сейчас будет кончено и упадет он без сознания на настил. Но нет, каким-то невероятным усилием удалось Балаеву все-таки сбросить с себя. Стальной захват соперника. И сейчас он продолжает постепенно забирать этот поединок. А Марат провел свой первый бой три года назад, в свои 37. И сейчас он дерется за чемпионский пояс одной из сильнейших организаций в России. Менее двух минут остается до окончания поединка. И все больше и больше напрашивается слово безнадежность по отношению к тому, что сейчас происходит с Юсуфом Раисовым. Он не может выйти из этой позиции. Его контролировать продолжает Марат Балаев. Наносит удары. Постоянно меняет положение. Старается его улучшить. Раисов сопротивляется, но не может все-таки вырваться. Эти бойцы делают такую встречу, что еще бой не завершился. А реванш уже хочется увидеть, если он будет. И не важно, кто выиграет. До последнего поддерживают зрители Юсуфа, даже понимая, что, скорее всего, этот поединок он проиграет. Минута. Еще минута есть. Вновь боковой контроль и не получается. Юсуф Раисову набросит треугольник. Очередная атака от Марата. Последние 40 с небольшим секунд остаются до окончания боя. Балаев продолжает атаковать. И, скорее всего, мы увидим очень возрастного чемпиона в организации ACB. Что за боец Марат Балаев? Не останавливается ни на секунду. Откуда силы берет непонятно. По корпусу три удара. Да, это удары для статистики. Это как раз к разговору о том, о чем вы, Алексей, говорили. Человек способен на все. Посмотрите, как этот 40-летний боец, который всего три года выступает как профессионал. Зрители аплодируют стоя вот этому человеку в первую очередь, который сейчас еще не может подняться с колен. Сумасшедшее выступление. И, безусловно, это заявка на лучший бой вечера. Падает без сил Марат Балаев. Настоящий подвиг он совершил сегодня. Просто настоящий гимн несгибаемой воли. То, что мы увидели на протяжении пяти раундов. Просто под руки сейчас держит Марат, а он действительно отдал все силы. Ну, а Юсуфу Раисову мы можем пожелать только ни в коем случае не унывать. Да, первое поражение. Да, потерянный чемпионский пояс. Но у него все впереди. Он не потерянный, так как он еще и обретенным не был. Уплывший из рук пояс после такого яркого первого раунда. Казалось, все будет под диктовку Юсуфа. Хорошая работа на дистанции, грамотные хайкейки. Все делал вовремя и все видел. Но со временем Марат прибавлял, прибавлял, добавлял в борьбе. И, как заявлял Юсуф перед боем, посмотрим, чья борьба окажется лучше. Сегодня лучшая борьба у Балаева. Так, чемпионский пояс уже готов найти своего обладателя. Продолжение следует... Ну что же, поздравляем Марата Балаева. Зал аплодирует ему стоя. То, что сотворил этот боец, вряд ли возможно повторить. Это было невероятно.